Привет, друзья! В этом видеоуроке мы научимся добавлять виджеты в наши колонки. В левую и в правую колонку. Правильно их размещать и в том положении, каким нам самим это нравится, так как нам это нужно. Итак, поехали! Наводим на наш сайт, потом нажимаем виджеты. Смотрите, первое, что мы сделаем, мы разберемся, где какие виджеты у нас находятся. Смотрите, нажмите на Primary, откройте, да, и посмотрите, какие у вас тут виджеты расположены. Поиск, свежие записи, свежие комментарии, архивы, рубрики, мета. Давайте добавим сюда календарик, чтобы увидеть, что у нас изменится. Добавим календарик, нажимаем на календарик, напишем здесь, допустим, месяц май, для примера, и нажмем применить. Дальше нажимаем сохранить и публиковать. Дальше мы сделаем следующее. Откроем новую страничку, откроем наш сайт. Вот, сайт наш открылся, и теперь смотрим, где у нас появился этот календарик. Календарик появился у нас в левой боковой колонке, значит, Primary – это левая наша боковая колонка. Итак, мы поняли, где мы находимся, и это проверили. Теперь удалим календарик. Удалили. И давайте теперь уже нажмем сохранить и знакомиться с этими виджетами. Нажмем обновить. Так, поехали. По умолчанию сразу в WordPress в колонке Primary, в левой боковой колонке, стояли такие виджеты, как свежие записи, то есть здесь у нас всегда отображались наши самые последние записи. И тут их раз, два, три, четыре, пять. Пять последних записей. Дальше. Свежие комментарии у нас здесь отображались. Архивы, рубрики и мета. Начнем с последнего. Что такое мета? Мета виджет – это такой виджет, где указаны ссылки для входа на наш сайт. Допустим, если мы нажмем на управление нашим сайтом, мы попадем сюда. Но если мы это нажмем, например, в другой вкладке, когда мы еще на сайт не зашли, когда мы на сайт не зашли, в другой вкладке, то тут не будет такого управления нашего сайта. Тут будет надпись «Только войти». Вот если мы нажмем «Войти», то он предложит нам зайти на наш сайт, на панель управления нашего сайта. Это, собственно, еще один способ, как заходить на свой сайт. Вернемся назад. Смотрите. Вот эти мета я не рекомендую использовать на своем сайте, и мы их удалим. Мы не будем использовать это мета, потому что это, на самом деле, лишняя вещь. На сайт можно зайти и другим способом, которым я вам показывал в других видео. Эта мета нам не нужна на сайте нашем, ни внизу, ни вверху, нигде. Поэтому мы зайдем сюда, нажмем на мета и удалим это из виджета. Смотрите, если вы все-таки хотите использовать этот мета-данные, чтобы заходить на свой сайт через главную страницу или где-либо еще, тогда просто нажмите «Добавить», найдите вот эту мета-запись, выберите ее и сохраните, опубликуйте. Итак, мы вернемся к тому, что будем дальше изучать виджеты. Итак, поехали. Нажмем «Добавить виджет». Смотрите. Здесь у нас отображаются виджеты-архивы. И если вернуться на страницу своего сайта, здесь мы тоже видим архивы. Что это значит «Архивы»? Архивы – это записи наши по месяцам. То есть, допустим, в сентябре записи наши, в июле записи наши и так далее. То есть тут записи наши по месяцам. Если мы кликнем на этот месяц, тут отображаются наши записи по месяцам. Но так как это новый сайт у меня, тут пока не отображается. Архивы можно использовать, их можно оставить на своем сайте и поставить в любую боковую колонку. То есть хоть в левую, хоть в правую и так далее. Давайте это сделаем для правой боковой колонки. Так, свернем Primary Нажмем на Secondary Для правой боковой луки Добавим виджет Архивы И укажем еще Указывать число записей Также здесь можно назвать Описание этого виджета Можно написать архивы Можно написать по годам Ну, в общем, что угодно Я напишу Например Записи Записи По Месяцам Чисто для примера То есть я сделаю так Нажму применить Нажму сохранить и публиковать Вернусь сюда И обновлю страницу Так, смотрим Вот у нас в правой боковой колонке колонки Появились записи по месяцам То есть это наш архив Я ее так назвал То есть июль, другое месяц и так далее Вот, то есть это записи по месяцам Вернемся дальше Сюда Свернем Что еще полезно Какие еще полезные виджеты у нас есть У нас, как вы уже заметили Есть виджет календарик Куда, когда мы его тоже можем куда-нибудь добавить На любую боковую колонку Либо на колонку секондарик Правую Либо primary Левую Либо еще вот есть третья А третью я потом вам расскажу Итак Что еще можно добавить Можно добавить Такую виджет, как поиск Это поиск по сайту То есть вы нажимаете на поиск И нажимаете, например Пишите здесь Поиск по сайту Нажимаете применить Нажимаете сохранить публиковать Возвращаемся сюда И нажимаем Обновить И вот мы видим У нас появилась такая вкладочка Поиск Да Вот Ну давайте посмотрим Видите, как неудобно Вверху надпись И внизу как бы надпись Да, вот Поиск В принципе, как бы повторяется Кому-то это может быть нравится Кому-то нет Мне это не особо нравится Я бы не хотел, чтобы вверху У меня была здесь надпись Поиск Сейчас я вам покажу Одну хитрость Как выводить виджет Без верхней надписи То есть без названия Смотрите, как это сделаем Сейчас я это сделал Да, прописал название Теперь что можно сделать Возвращаемся назад И берем Стираем это название Кликаем сюда Нажимаем применить А потом нажимаем Сохранить и публиковать Смотрите, такой фокус Может не получиться Если вы сначала не будете Прописывать название То есть сначала прописали Сохранили Сохранили, опубликовали Потом стерли Применили И вот, собственно, сохранили Возвращаемся сюда Нажимаем обновить И видите, теперь у нас Показывается Поиск без этой надписи Поиск Опять же, смотрите Он неудобно у нас расположен То есть он у нас расположен Внизу, а не вверху То есть тут вверху Еще слева поиск расположен Это намного приятнее То есть как нам сделать Этот поиск Чтобы он располагался вверху Сейчас я вам это тоже продемонстрирую Возвращаемся в наши виджеты И нажимаем Свернуть Вот поиск у нас расположен Внизу Просто нажимаем Левой клавишей мыши Держим И перетаскиваем вверх То есть теперь у нас будет вверху Перетащили Нажали сохранить и опубликовать Вернулись сюда Нажали обновить страницу Все, поиск у нас теперь В верхней правой части Потом идут и рубрики Потом идут записи по месяцам Далее Что еще можно сделать Еще сюда можно добавить Допустим Еще один виджет А виджет, который называется Свежие записи То есть это наши самые последние записи Нажимаем добавить виджет И пишем для примера Любое название Можно написать последние записи Можно написать новые записи Или новые посты Да, или новые новости Ну, напишем, допустим Напишем, допустим Новые новости Не, новые посты Новые посты Здесь указываете Количество записей Сколько вы хотите, чтобы отображалось Допустим Я хочу, чтобы отображалось 5 Оставляю как есть Нажимаю применить Нажимаю сохранить, публиковать Вот Нажимаю Сюда Обновляю страницу И смотрю Вот у нас появились внизу Новые посты И вот 5 штук постов Как и здесь было указано Цифра 5 Давайте, допустим Укажем цифру 7 Или цифру 6 Цифру 6 И еще применим такую вещь Отображать дату записи Поставим галочку Отображать дату записи Протянем вниз Нажмем применить Потом нажмем Сохранить, публиковать Далее вернемся на страницу Обновим страницу И посмотрим изменения Вот у нас появилось Теперь отображается Свежая запись Именно 6 постов Раз, два, три, четыре, пять, шесть Смотрите Тут еще отображаются Они у нас Разным шрифтом Маленьким Либо большим То есть Это зависит от того Когда мы создавали эту запись Как мы ее прописывали Крупным Большим шрифтом Большими буквами Или маленькими Также это можно В записях исправить То есть прописать запись Большими буквами И отображается Как мы видим Дата записи Тоже отображается Смотрите Опять же Неудобно Я считаю Расположение Что у нас Новые посты Идут После записи По месяцам Я считаю Это лучше Если расположиться Вверху И сделать Новые посты Поменьше Не шесть штук А допустим Три штука Да И я считаю Нужно еще переименовать Не новые посты А Пускай будут Также свежие записи Ставим Ставим Три записи И напишем здесь Свежие записи Нажимаю Нажимаю Сохранить Опубликовать Дальше Нажимаю Свернуть И перетаскиваю Это чуть повыше Чтобы у нас Архивы были внизу А свежие записи Повыше Ниже Рубрик Нажимаю Сохранить Публиковать Дальше Смотрите Возвращаемся сюда Обновляем страницу И смотрим Что у нас Все поменялось Сначала Идут Поиск Потом Рубрики О Феррари Потом Идут Свежие записи Последние Наши Даты Указаны И потом Идут Архивы Записи По месяцам Архив Собственно Архивы Итак Собственно С этим Разобрались Что мы Можем Перетаскивать И настраивать Теперь Давайте Рассмотрим Еще Какие у нас Остались Виджеты Еще у нас Остались Виджеты Страницы И Текст Свежие Комментарии Еще остались Еще осталось У нас Произвольное Меню Облако Меток И Вверху RSS RSS Собственно Смотрите RSS Мы Разговаривать Не будем Это Малоприменимая Вещь И Это Мы Рассматривать Не будем Календарик Вы уже Увидели Как Вставлять Просто Нажимаете Также Добавляете В любую Колонку Это Все Очень Просто Итак Коснем Сейчас Облако Меток Смотрите Облако Меток Просто Скажу Это Как бы Похоже На рубрики Только По словам То есть И Это Я тоже Не использую И вам Собственно Не рекомендую Лучше Использовать Рубрики Метками Мало Кто Пользуется Они Неудобны Поэтому Мы Их Тоже Рассматривать Не будем Нажиму Удалить Далее Теперь Давайте Рассмотрим Произвольное Меню Что такое Произвольное Меню Собственно Произвольное Меню Это То же Самое Меню Которое Мы Создавали Допустим Вот Здесь Вот Мы Раньше Придумывали Меню Себе И Сюда Поставили Сейчас Мы Можем Создать Любое Придумать Себе Любое Меню Из Чего Оно Будет Составлять И Вывести Его Куда Угодно Либо В левую Колонку Либо В правую Колонку То есть Куда Угодно Итак Давайте Это Сделаем И Сделаем Произвольное Можно поставить Любое Меню Давайте Это Сделаем Сейчас Просто На Примере Выберем Произвольное Меню Назовем Ее Допустим Меню Номер 2 И Здесь У нас Предлагает Из списка Выбрать Какое Меню Мы Хотим Сюда Поставить Например Мы Хотим Сюда Поставить Меню Верхнее Меню А у нас Собственной Выбора Нет Мы создавали Одно Меню Поэтому Можем Сюда Поставить Только Одно Меню Верхнее Меню Выбираем Ее И Нажимаем Применить Потом Далее Нажимаем Сохранить Упубликовать Возвращаемся На эту Страницу Обновляем Ее И Смотрите Спускаемся Вниз И вот У нас Появилось Мы Написали Название Меню Номер 2 И У нас Появилось Все То же Самое Что И Здесь Верху Потому Что Мы Выбрали Такое Же Меню Я Вам Показал Это Чисто Для Примера А Мы Сейчас Создадим Второе Меню И Его Расположим Например В левой Боковой Колонке То Смотрите Это Удобно Потому Что Мы Можем Создавать Любые Странички Любые Рубрики Ссылки В Меню И Располагать Их В Любом Месте Вот Сейчас Мы Создадим Еще Одно Меню Так Вернемся Сюда Произвольное Меню Вот Это Вот Мы Удалим Нажимаем Удалить Нажмем Сохранить Упубликовать Далее В Нашу Панель Управления Так Это Закроем Открою Новую Вкладку И Зайду На Свой Сайт Панель Управления Нажим Сюда Итак Нажмем Внешний Вид Меню И Создадим Какое Нибудь Новое Меню Нажмем Создать Новое Меню Нажимаем И Смотрите Так же Как Раньше Мы Это Делали В Других Видео Мы Сначала Пишем Название Меню Допустим Я Напишу Так Меню Для Левой Колонки Нажимаем Нажимаем Создать Меню И Сюда Смотрите В Это Меню Я Добавляю Любые Страницы Любые Какие Хочу Какие У меня Есть Если Допустим Я могу Добавить Существующих Страниц А могу Придумать Новые Страницы И Добавить Так же Я Могу Свернуть Это И Добавить Какие Произвольные Ссылки Вот На Странице Так же Могу Добавить Какие Рубрики Вот Это Все Я могу Сюда Добавить Ну Смотрите Давайте Создадим Новые Странички И Сюда Добавим Откроем Еще Одну Новую Вкладку Нажмем На Наш Сайт И Наведем На Добавить Страницу Нажимаем На Страницу И Здесь Пишем Такую Вот Страничку Я Напишу Покупатели Феррари Покупатели Феррари Такую Страничку Добавлю Здесь Что-нибудь Так Напишем Нажмем Опубликовать Допустим Добавлю Еще Такую Страничку Как Кино И Феррари Нажмем Опубликовать И Давайте Еще Последнюю Страничку Добавим Третью Добавить Новую Страничку Нажимаем И Пускай Это Будет Такая Страничка Где Она У нас Будет Называться Трюки С Феррари Трюки С Феррари Вот Три Странички Мы Создали Новую Допустим Мы Хотели Создать Три Странички Новые Для Нашего Меню Смотрите Вы Можете Придумать Себе Какие-то Другие Любые Страницы Сколько Угодно Для Какого-то Нового Меню В какой-нибудь Боковой Колонке Я Допустим Придумал Такие Три Странички Нажимаем Опубликовать И Дальше Что Я Делаю Я Беру И Возвращаюсь В свое Меню Так Нажиму На Странички И У нас Пока Этих Страничек Нет Нужно Обновить Обновляем И Вот У нас Появились Эти Три Странички Покупатели Феррари Кино Феррари Галочку Ставим И Трюки Феррари Ставим Здесь Три Галочки Нажимаем Добавить Меню Добавили Настраиваем Это Так Как Нам Надо Допустим Я хочу Чтобы Покупатели Феррари Была Надпись Сверху Кино Феррари Второй А трюки Феррари Третьей Дальше Я допустим Хочу добавить Сюда Какую-то Произвольную Ссылку Нажимаю Сюда И Добавляю Какую-нибудь Произвольную Ссылку Ну Например Ссылку На Как я уже Часто Это делаю На Свою Страницу Вконтакте Копировать Ставим Сюда Ссылку Напишем Вконтакте Нажму Добавить Вот у нас будет Ссылочка И давайте Еще в это Произвольное Меню Добавим Какую-нибудь Рубрику Опять же Мы можем Придумать Новую Рубрику Чтоб Тут Там Тоже Были Какие-то Записи Ну Давайте Собственно Это И Сделаем Еще раз Для Примера Давайте Добавим Еще и Рубрику Так Вернемся На Наш Сайт Нажмем Сюда Вернемся На Главную Панель Наведем На Записи Потом Наведем На Рубрики Нажмем На Рубрики Создадим Допустим Рубрику Назовем Звезды Феррари Будет Такая Рубрика Звезды Феррари Нажмем Добавить Рубрику Так Опять же Мы Помним Чтобы Наша Рубрика Высвечивалась На Сайте В ней Должны Быть Какие-то Записи Давайте Еще Сразу Добавим Какую-нибудь Запись Тут У нас Есть Все Записи Можем Оттуда Зайти Нажать Изменить И добавить В рубрику А можем Просто Создать Новую Запись Наведем На Запись Нажмем Добавить Запись И Напишем Здесь Запись Майкл Майкл Джексон Майкл Джексон Дальше Опустимся Ниже Чтобы Эта Запись Отображалась У нас В рубрике Феррари Ставим Галочку Звезды Феррари Так Нажмем Опубликовать Все Теперь Возвращаемся В меню Наша Еще раз Обновим Нет Сначала Сохраним Меню Чтобы у нас Оттуда Все сохранилось Еще раз Нажмем На всякий случай Сохранить Чтобы Оттуда Данные Сохранились Теперь Нажмем На Рубрики И Здесь Есть Такая Рубрика Звезды Феррари Ставим Галочку Нажимаем Добавить И вот У нас Собственно Добавилась Эта Рубрика Итак Смотрите Теперь Далее Что мы Делаем Вот тут Никаких Галочек Не ставим Не ставим Никаких Галочек Просто Оставляем Их Пустыми И нажимаем Сохранить Меню Нажимаем Сохранить Меню Далее Что мы Делаем Далее Мы возвращаемся К этим Настройкам Где мы Были Раньше Смотрите Мы были Раньше В настройках Добавления Виджетов Да И мы Разбирали Произвольное Меню Давайте Свернем Секундарии И добавим Что нибудь Вот именно Не в правую Колонку А вот Несем Изменения В левой Колонки Так Нажмем Примари Поиск Здесь Нажмем Сюда Удалим Свежие Записи Нажмем Тоже Удалим Они у нас В правой Бакалон Колонки Свежие Комментарии Тоже нам Здесь Не нужны Нажмем Удалить Архивы Тоже нам Здесь Не нужны Нажмем Удалить Рубрики Тоже нам Здесь Не нужны Нажмем Удалить И давай добавим теперь, сейчас давайте нажмем сохранить, чтобы посмотреть сначала, все ли мы удалили, обновим страницу, здесь, и да, вот видим, что в левой теперь боковой колонке ничего нет, все мы там удалили. Теперь давайте добавим произвольное меню, то, которое мы сами придумали, которое состоит из страницы, из ссылок и рубрик. Нажимаем произвольное меню, пишем, допустим, я назову это произвольное меню Интересное с Феррари. И ниже выбираем то меню, которое мы создали. Так. Почему-то оно у нас не отобразилось, сейчас, минуточку, сейчас давайте все-таки отсюда полностью выйдем, закроем, нажимаем покинуть эту страницу, и зайдем сюда еще раз заново, наведем сюда, наведем на виджеты. Сейчас у нас загрузится. Далее нажмем Примори, добавить фиджет, и выберем произвольное меню. Нажмем произвольное меню. Вот теперь у нас появилось, смотрите, меню для левой колонки. Выбираем его внизу, а здесь пишем, например, Интересное с Феррари. Нажмем Применить, и нажмем Сохранить и публиковать. Далее возвращаемся на страницу с нашим сайтом, нажимаем Обновить страницу и смотрим. И вот у нас появилось такое вот меню, где прописано Покупатели Феррари, Кино и Феррари, Трюки с Феррари ВКонтакте, Звезды и Феррари. То есть нажимая на данную, любой запись, мы попадем туда, куда нам надо. Ну, допустим, если мы нажмем на Звезды и Феррари, то у нас откроется рубрика с записью Звезды и Феррари Майкл Джексон, которую мы придумали. Если мы нажмем на надпись ВКонтакте, мы перейдем туда, где это, где наша страница. Смотрите, я считаю, как-то мелковато выглядит текст, и нужно исправить, допустим, сделать его покрупнее. И для того, чтобы его изменить, нам нужно зайти опять в меню, нажать вот сюда и прописать все то же самое, только уже крупным текстом. Вот, покупатель Феррари. Нажмем Сохранить, изменение. И теперь у нас здесь уже будет отображаться крупным текстом и уже будет лучше читаемо. Давайте все это изменим. Ну, собственно, я не буду сейчас каждое менять. Вы у себя, смотрите, можете оставить в мелком тексте, можете это сделать в крупном тексте. Самое главное, смотрите, если вы здесь галочек нигде не ставите, тогда это меню у вас вот здесь вот, сюда не добавится. А вы сами тогда выберите, в какую колонку его добавить. А если вы поставите галочку, допустим, Примари, да, например, нажмем Сохранить, потом вернемся вот на нашу страницу и нажмем Обновить. И видите, у нас теперь это меню поставилось вот сюда. То есть, произошла как бы ошибка. Поэтому, когда вы создали второе меню, сюда Примари галочку не ставьте. То есть, она у нас должна быть без галочек, вот здесь вот свободная. То есть, свободное меню. Далее. Нажмем Сохранить. Теперь нам нужно, смотрите, еще переключиться на первое меню, которое раньше было. Нажмем сюда. Выберем верхнее меню и нажмем Выбрать. Выбрали. Теперь опустимся вниз и поставим галочку Примари, чтобы у нас было как раньше. Нажмем Сохранить меню. То есть, сохранилось. Теперь проверим. Нажмем на сайт, обновим. И все, все вернулось как раньше. То есть, мы сделали первое наше меню в то положение, какое оно и было. То есть, когда вы создаете второе меню, не ставьте галочку Примари. Итак, что мы сделаем сейчас дальше? А дальше продолжим разбирать наши виджеты. Вернемся вот сюда в настройки. И что мы здесь делаем? Давайте свернем произвольное меню. И я вам расскажу об еще одном виджете. Итак, следующий виджет, который мы разберем, это у нас будет текст HTML. Нажимаем сюда и пишем любое здесь название. Допустим, например, фото Феррари. Пускай будет так. И смотрите, здесь мы можем прописать любой текст. Хоть текст можем прописать, да? Хоть HTML текст. Что это значит? Это значит, что мы сюда можем вставить код, который отобразит либо картинку, либо аудио, либо видео, либо что угодно. Сейчас давайте напишем любой текст, нажмем Применить. Нажали Применить, нажмем Сохранить и опубликовать. Дальше. Вернемся на наш сайт, нажмем Обновить страницу и посмотрим изменения. Вот мы видим, что в левом месте появился просто вот такой вот текст. Давайте нажмем опять сюда и смотрите. Вот в эту вот вещь, да, где мы выбирали виджет текст, последний самый, сюда можно вставить все, что угодно. Давайте я вам еще раз это продемонстрирую. Сначала я его удалю. Нажимаем Добавить текст и вот он. Написан текст, произвольный текст или HTML код. Выбираем его. И вот именно вот в такой виджет мы можем прописать все, что угодно. Будь то ссылку, будь то картинку ссылкой, будь то аудио, видео, фото и все, что угодно. Сейчас понапишем что-нибудь и нажмем Применить. Нажмем Сохранить и опубликовать. А дальше мы попробуем сюда вставить это какую-нибудь ссылку, любую какую-нибудь ссылку на любой сайт или что угодно. Давайте это сделаем. Как сделать ссылку? Ну, все очень просто. Можно ссылку просто откуда-нибудь скопировать. Допустим, с любого сайта, да, как я это делаю ВКонтакте, свою ссылку копировать. Ну, допустим, Фейсбук можно скопировать. Копирую ссылку. Возвращаю сюда и ее вставляю. Посмотрим, что у нас получится. Нажмем Применить. Нажмем Сохранить и опубликовать. Вернемся на сайт, обновим страницу и посмотрим. И вот у нас здесь появилась такая ссылка. Ну, смотрите, если вы просто скопируете ссылку и вставите, то она у вас не будет кликабельной. Это нужно сделать по-другому. Я специально этот пример показал, чтобы вы в будущем так и не делали. Итак, поехали. Как делать правильно? Как правильно делать ссылки? Смотрите. Ссылка делается очень просто. Например, вы нажимаете, например, добавить запись и нажимаете на запись. Пишите сюда. Ну, что угодно. Пишите название, да? Нажимаете сюда. Дальше смотрите, что делать. Кликаете сюда и, допустим, захотели указать ссылку Facebook, да? Ну, давайте вставим эту ссылочку, да? Я думаю, вот эти вот http:// нам не нужны. Да, допустим, это сотрём. И оставим только www.facebook.com Выделим эту вот надпись, вот так выделяем. Второе. Нажимаем на «Ставить, изменить ссылку». Дальше прописываем нашу ссылку. Ставим. А текст ссылки ничего не пишем. То есть, просто стираем. И нажимаем «Добавить ссылку». Вот так будет лучше. То есть, вот теперь эта ссылка будет кликабельной. Теперь, как нам сделать, чтобы её вот сюда вот вставить, да? И чтобы у нас оно отобразилось правильно и было кликабельно. Так, делаем это следующим образом. Возвращаемся в нашу запись и нажимаем «Текст». Вот смотрите, здесь та же самая штука. Здесь отобразляется именно код HTML. То есть, вот на этом HTML сайты и браузеры друг друга понимают. Они, как бы, это между ними, это язык. Кратко скажу, что такое это поле текста. Собственно, это поле, где у вас отображается текст плюс HTML, вот этот весь код, да? Именно код, на чём работают сайты. А вот тут, если нажать визуально, отображается именно картинка, как мы это видим. А здесь внутренняя часть, что находится внутри. И вот нажимаем на текст. Теперь копируем это всё. Нажимаем «Копировать». И теперь возвращаемся вот сюда. Нажимаем и нажимаем «Вставить». Собственно, вставляем сюда то, что мы скопировали. Опускаемся вниз. Собственно, это уже применилось автоматически. Нажимаем «Сохранить и публиковать». Далее давайте вернёмся на наш сайт. И посмотрим изменения. Вот уже появилась наша ссылка. То есть, видите, она теперь красненькая и она кликабельна. Если я на неё нажму, появится Facebook. То есть, всё работает. Далее. Давайте попробуем добавить сюда не ссылку, а фотографию. Либо просто фотографию, либо фотографию со ссылкой. Делается то же самое. Вот в своей записи, когда вы сюда писали текст, допустим, Facebook, делается всё так же. Допустим, вы сюда добавляете какой-то media file. Ну, например, я добавлю опять эту девушку. У меня тут одна фотография, я буду её использовать. Добавлю эту девушку. Смотрите, если я хочу, чтобы это была просто картинка, то я делаю что? Я нажимаю «Текст», просто копирую вот этот код и туда вставляю. И тогда там будет отображаться только картинка. Если я хочу, чтобы картинка была как ссылка, нажав на неё, человек перешёл куда-то, я нажимаю на картинку, нажимаю «Добавить ссылку». Вот эту вот ссылочку стираю. Вставляю ссылку. Так. Секундочку. Надо скопировать ссылку с Facebook сначала. Копировать. Вставляю ссылку от Facebook и вставить. Открывать в новом окне галочку. Нажимаю «Добавить». Вот. А только теперь я нажимаю сюда и копирую этот код. Нажимаю «Копировать». Далее перехожу вот сюда. И вот за место нашего просто надписи «Фейсбук» мы теперь поставим сюда картинку. Вот вставил я сюда. Нажиматель «Сохранить и публиковать». Далее вернёмся на сайт. Обновим страницу. И вот теперь у нас здесь отображается картинка. Картинка, работающая как ссылка. То есть, если мы на неё наводим и кликнем, у нас опять откроется Facebook. То есть, всё очень просто. Далее. Также сюда можно добавить аудио и видео. Сейчас мы это пропустим, потому что, как добавить аудио и видео в записи, я вам ещё не показывал. Но принцип тот же. Смотрите, мы используем либо записи, либо страницу для формирования вот этого кода. То есть, мы сначала сюда что-то вставляем, пишем. А вот отсюда берём этот код с текста. То есть, тут всегда там рожается код. Код картинки, код ссылки и так далее. То есть, допустим, я сейчас добавлю любую картинку, зелёненькую, например, вставлю. И если я нажму на неё, то я вижу, что тут дополнительные настройки. Если я нажму сюда, я вижу, что к этой картинке уже привязана ссылка какая-то. Нажим, закрою. Давайте узнаем, что за ссылочка к ней сразу автоматически привязана. Нажмём «Обновить». И нажмём «Просмотреть изменения». Смотрите, давайте нажмём на эту картинку. Нажимая на картинку, появляется она у нас в полном размере. Именно эта ссылка у нас была привязана на автоматических картинки. То есть, для того, чтобы она открылась в полном размере. Если мы не хотим, чтобы она открылась в полном размере, нам нужно просто нажать на картинку. И вот здесь вот есть такой значок. И либо сюда нажать «Удалиться ссылка отсюда», либо нажать сюда и как бы её стереть. Давайте попробуем так. И нажмём «Обновить». Вот, тоже стерлась. Либо просто кликнуть сюда «Удалить ссылку». То есть, и опять же, нажав сюда, теперь эта картинка уже будет без кода той ссылочки. Давайте обновим. Здесь закроем. Нажмём «Просмотреть изменения». Теперь смотрите. Код, видите, я кликаю на эту картинку, она уже у нас не открывается в полном окне. То есть, мы из картинки также можем удалять ссылки. Вот. По поводу аудио-видео, я вам в будущих видео-уроках позже покажу, как их вставлять в свои записи, и видео, и аудио. И также, как отсюда брать этот код аудио, код видео и куда-нибудь вставлять. Итак, вернёмся к нашим виджетам. Это закроем. Это закроем. И давайте разберём последнее. Нажимаем на виджеты, и смотрите. Примори сворачиваем. У нас первый... Мы виджеты два разобрали. Примори – это левая была, боковая колонка у нас. А в секондаре была правая, боковая колонка. А вот есть ещё третья. Сапсидарик. То есть, это у нас означает низ. Давайте найдём, где это у нас. Нажмём «Добавить виджет». И для удобного поиска туда добавим какой-нибудь календарик. Так просто проще и интереснее. Напишем какое-нибудь название, нажмём «Применить». Далее нажмём «Сохранить и опубликовать». Нажмём «Обновить». Нажимаем «Обновить». И посмотрим, где у нас этот календарик появился. Ага, и мы видим, что календарик появился внизу. То есть, вот именно «Субсидари», вот эта вот панелька, это именно наш низ. То есть, мы их вниз можем добавить также любые виджеты. Давайте нажмём «Удалить» и добавим сюда что-нибудь другое. Давайте добавим, допустим... Например, добавим «Свежие записи». Сохранить и опубликовать. Давайте добавим ещё сюда... Ну, тот же пускай будет календарик. Добавим. Добавим... Также давайте добавим сюда ещё что-нибудь. Ну, тот же давайте произвольное меню, например. То есть, что угодно. Выберем меню, допустим, для левой колонки. Это просто для примера. То есть, «Свежие записи» — это именно нижнее расположение наших виджетов. Нажмём «Применить» и всё это сохраним и опубликуем. Итак, посмотрим наши изменения. Вернёмся на сайт. И всё это дело обновим. И посмотрим. Вот у нас внизу появилось произвольное меню, которое мы сюда поставили. Календарик и... То есть, свежие записи, календарик и произвольное меню. То есть, вот так всё можно настраивать и прописывать здесь, опять же, что угодно. Что угодно сюда можно поставить. Ссылки, текст, картинки и так далее. Собственно, в этом видеоуроке мы практически всё самое необходимое и основное узнали. Теперь всё это дело закрываем. И на этом урок заканчиваем. Увидимся с вами в следующем видеоуроке. С вами был Джин Лав. Пока.